Вот ты говоришь, ты поддерживаешь то, что Россия вторглась на Украину, потому что деноцификация. Это официальная причина первых месяцев войны. Ты поддерживаешь армию России, которая принимает участие в этой войне. Ты поддерживаешь Владимира Путина. Подожди, или ты не поддерживаешь Владимира Путина? Владимира Путина поддерживаю в чем? В той политике, которую он ведет в 2022 году. Я сейчас, скажу тебе честно, пытаюсь хоть как-то понять вообще, что происходит. Оскар Кучера всегда все делал ради денег. То, что он сейчас выдал в интервью, это абсолютная ложь. Человек пытался и вашим, и нашим. Он не поддерживает никакую военную специальную операцию. Если бы сейчас политика партии и правительство шла в другую сторону, он бы совершенно говорил бы совершенно другие вещи. Я мог бы абсолютно точно сказать, что Оскар Кучера будет как раз, знаете, вот есть Дима Певцов, который, ну, видимо, окончательно съехал крышей и несет вот эту архинею, которую он несет. Искренне, да? Певцов искренне? Да, я уверен, что кукушка уехала, и это искренне. А Хлобыстин, нам 80% искренне, Кучера, это будет первый человек, который будет кричать, ой, а я же не знал, меня же обманули, а я же думал, что это не так. Поверьте мне, это будет первый человек, который завтра, когда Путина и всю эту гоп-компанию будут судить, Кучера первый скажет, ой, ну, извините, я не... Вот как Дудь его спрашивал по поводу там, вот, Оскар, ты у себя в телеграм-канале выложил вот фейк, почему-то не проверил. Будет, как Кучера сказал, ой, да, правда, я не проверил. Ну, ладно, я сейчас все исправлю. Вот так же Кучера будет себя вести, когда все изменится, когда ветер подует в другую сторону. Ну, простите, говорите дальше. Алексей, а как это работает? Вот скажите, чем патриотичнее твоя речь публичная, тем больше у тебя чего? Ролей, корпоративов, как это работает? Я не знаю, как это работает, потому что я никогда ничего не делал, поэтому я в своей жизни все и просрал. Я никогда ничего не делал, как выгодно. Я не знаю, как это работает. Я знаю только, что есть люди, которые... Он никогда не вступал в конфликты на съемочных площадках, даже когда можно было в эти конфликты вступить. И, ну, как сказать, за правое дело, да? Это человек между струйками. Это и вашим, и нашим. Не потерять деньги, не потерять работу, не потерять то, не потерять это. Понимаете? Как только... Я же не стал ему отвечать. Кучера после начала войны меня очень сильно обосрал. Публично, в каком-то интервью. Притом я не сделал ему в его жизни ничего плохого. Я никогда с ним не ругался. Я никогда не высказывался о нем публично, что там плохо, хорошо. Просто человек начал обливать меня грязью, я не ответил. Его начали спрашивать журналисты именно по поводу того, что Панин занимает позицию антивоенную, антипутинскую. И на меня вылилось огромное количество говна. Я промолчал, ничего говорить я не стал. И, честно вам скажу, и после этого интервью у меня было желание высказаться, я взял себя в руки и думаю, ничего не буду говорить. Алексей, а вот какое количество, ну, примерно как-то вы можете оценить, вы же продолжаете, наверное, даже с теми актерами как-то общаться, которые других взглядов, отличных от вас придерживаются, какое, в принципе, количество людей, которые поддерживают искренне, сошли с ума, как охлобыстин с Певцовым, а какое количество людей просто, лишь бы чего не вышло, готовы молчать и все? Вы понимаете, что... Меня очень много спрашивали о том, а вот почему так происходит, почему вот люди так себя... Я не знаю, я вам честно могу, я не могу ответить на этот вопрос. Кто-то сумасшедший, кто-то подлец, кто-то мерзавец. Вот по поводу Кучера однозначно мерзавец. Человек... Вот просто еще раз, смотрите, Знаете, я так много провел с ним времени, вот бок о бок на одной кухне. И были моменты, которые мне прям там в Аскаре не нравились тогда. Я никогда не открывал свой рот, потому что, ну как бы, ну мало ли кому что друг друге не нравится. А здесь, ну, понимаете, вот он пытался донести людям, что черное-белое, вот в жизни черное-не белое, что она еще такая, еще такая. А я действительно смотрел на все это, как вот, ну... Какое-то безумие. Смотрите, Михаил Олегович, как бы тоже артист, и вот он попал в такую ситуацию. Да все садились за руль пьяными. Ну, когда вы говорите, все вы имеете в виду свое окружение, богему, или как, или прям всех-всех. Понимаете, Михаил Олегович, мой старший, так сказать, товарищ. Я не причисляю себя к близкому кругу его друзей, как Дима Харатьян, Гарик Сукачев, Ваня Ахлобыстин. Миша старше меня, и у нас с ним, как мне кажется, очень теплые отношения, хотя не самые близкие. Мое отношение к нему безоговорочно просто. Он великий артист. И было очень много случаев, когда на съемочной площадке я снимался в кино. Когда я еще снимался в кино много, и когда меня часто приглашали, я иногда выходил на съемочную площадку и говорил, знаете, вы ошиблись. Это должен был играть Михаил Олегович Ефремов. И такого я говорил, как минимум, за свою жизнь лет раз в 10. Мы беседовали с Алексеем Паниным, и он вот сказал... Это большой авторитет. Моральный большой авторитет. Тем не менее, он удивительную вещь. Он сказал, что все пьют за рулем. Имея в виду, видимо, все-таки ваш цех кинематографический. Я не знаю, если господин Панин, видимо, однозначно не только пьет за рулем, но и делает массу другого, что не надо делать. Это вообще не пример. Господин Панин, на мой взгляд, совершенно разложившаяся фигура. Как мне сказали, когда он станет президентом, он меня посадит. Вы знаете? Нет. Да. Вы же сыграли в его судьбе какую-то роль. Я госпремию устроил. Вот именно. Я был продюсером звезды. Фильма звезды, где была у него единственная приличная роль, и когда стоял вопрос, там мы выдвигались на госпремию, и было еще там определенное количество, одного там не вмешали. Мне говорят, ну, кого вы впишете? Ну, может, вот. Ну, я думаю, вроде неплохой парень. Я вписал Панин, он получил госпремию Российской Федерации. Вы, знаете, не беспокойтесь, он президентом не станет, потому что он нам сказал, что он эмигрирует в ближайшее время. Это будет большое счастье. Это будет большое несчастье для страны, куда он попадет. Это будет... Я не завидую. Ему надо не обнародовать это. Ну, правда, он не такая фигура, которая... Ну, я должен сказать, да нет, ну, зачем говорить? Ну, масса из нормальных людей, да, есть, которые... Ну, и не только деятели культуры. К сожалению, мне кажется, деятели культуры вот порой такими необдуманными заявлениями бросают тень на всю нашу культуру. У людей, это представление, что все, кто хоть как-то связаны с этим, обязательно пьяницы, которые за рулем пьяные, наркотики употребляют. Нет. Нет, я знаю, много нормальных людей, большинство, они не пьют, они не потребляют наркотики. Поэтому, с другой стороны, есть и не деятели культуры, которые пьют.